26 многодетных семей Губкинского из числа первоочередников на получение земельных участков признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и стоят в очереди в Управлении жилищной политики и администрации города. Именно этим семьям было предложено взамен бесплатного земельного участка получить социальную субсидию на приобретение жилья. В 2016 году из окружного бюджета на эти цели были выделены 100 миллионов рублей. Три из них Губкинскому. Вторая семья у нас с шестью детками получит чуть больше двух миллионов рублей. Рассматривают сейчас приобретение квартиры. То есть, если первая семья купила комнату в общежитии, миллион 285 им было дано на эти цели, то вторая семья уже рассматривает покупку квартиры. Помощь в оформлении документов на покупку жильям многодетным оказывают специалисты юридической фирмы. Они пояснили, в чем особенность договора купли-продажи по окружной программе. Обязательное условие приобретения по такой программе жилья – это включение всех членов семьи в число собственников. Соответственно, если человек, допустим, получается в семье, если не хватает средств, которые предоставляются в рамках этой программы, они могут добрать там ипотечным кредитом, например. Но, скажем, приобретая имущество в равную долевую собственность, там, где есть несовершеннолетние дети, необходимо получить согласие с органов опеки на залог доли ребенка. Необходимо также соблюсти установленные законодательством сроки. В течение семи дней после оформления документов семья должна предоставить их в департамент по управлению муниципальным имуществом. Специалисты учреждения направляют эту информацию в департамент строительства и жилищной политики Ямала. В течение 15 дней округ должен рассмотреть документы и в случае положительного решения перечислить средства на счет продавца. Работа с остальными семьями, которые претендуют на получение социальной выплаты вместо бесплатного земельного участка, будет продолжена. До конца года текущего департамент по имуществу повторно обратится в управление жилищной политики, полностью предоставит список из 183 семей, которые состоят на учете, из которых управление жилполитики выберет тех, кто действительно может претендовать на субсидию, кто состоит у них на учете. Мы полагаем, что такое количество, конечно, будет больше, чем на начало года, потому что многие семьи в течение года поработали, собрали необходимые справки, документы, и все-таки обратились в управление жилполитики и встали там на учет. До 15 ноября этого года специалисты департамента по управлению муниципальным имуществом отработают по вновь утвержденным спискам многодетных семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, и направят данную информацию в округ. После анализа которой в департаменте строительства и жилищной политики Ямала решат, сколько средств выделить на субсидии многодетным в следующем году. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Алексей Магин, Новости Губкинского.